Сегодня Международный день родного языка. Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиция, образ жизни. Сберечь языковую базу – очень важная задача. Наша республика многонациональная, и каждый народ бережно хранит свой язык, развивает его. И наш телеканал вносит особую лепту в сохранении и развитии родных языков. Мы вещаем на пяти, рассказываем о традициях, культуре и обычаях. Сегодня в Качагу имени Умара Алиева прошел Международный тотальный диктант народов Крачево-Черкесии в рамках празднования Дня родных языков. Для проведения мероприятия были организованы онлайн и онлайн-площадки, что позволило принять участие представителей диаспоры из различных регионов России и зарубежных стран. В диктанте принял участие наш корреспондент Альхан Лепшоков. Это прекрасная возможность повысить свою грамотность и стать частью такого масштабного мероприятия, отмечают участники Международного тотального диктанта. Было задействовано более 300 различных площадок для участия в тотальном диктанте народных языках. Ректор Качагу имени Умара Алиева Таусултан Узденов отметил, что университет предоставляет возможность каждому принять участие в нем. Мы не ожидали, что такой большой интерес и желание будет писать диктант. Помимо этого, в различных площадках и нашей республики, за пределами нашей республики, Москве, Санкт-Петербург, за границей, тоже собрались люди, которым интересно это, тоже пишут диктант. Надеемся, что вот эта идея, которую мы в этом году запускаем, первый международный тотальный диктант народных языках, будет иметь свое продолжение, и ежегодно мы будем проводить такие мероприятия. Я очень давно не писал на родном языке диктант, и, конечно, я не мог пропустить это важное событие в нашей республике, отмечает мэр Карачаевска Альберт Доттаев. Диктант проходит на четырех субъектах образующих языках республики. Мероприятие значимое, нужное. Я, как вот, Таус Султанов Бекераевич сказал, чтобы народ привлечь, даже из сердца, он так красиво сказал, надо этим заниматься, не забывать свой родной язык. Я с языком связан на все, и менталитет, и история, и нрав народа. Если его забываешь, то все это начинает потихонечку смываться. Поэтому будем пытаться писать. Для нас, молодежи, очень важно принимать участие в этом мероприятии, так как письмо формирует знания родного языка, отмечает участница диктанта Алина Каблахова. Текст диктантов – это произведение талантливых национальных писателей, а читают известные представители писательской и журналистской среды. Также представители диаспоры зарубежных стран смогут написать диктант на онлайн-площадке сайта ВУЗа. Я, на самом деле, большой патриот и очень люблю свой родной язык. И такие мероприятия, я считаю, очень многое значат для нашего народа. И мы должны обязательно все принимать участие активно. Ну и, во-первых, для себя самой развиваться, улучшать свою грамотность, проверить свои навыки и знания. Это надо. Это надо для нашего народа, как говорится, да. И надо развивать свою грамотность в некоторой степени, да. Но поскольку нам преподают, как грамотно писать, как грамотно разговаривать на родном языке, то есть это нам некоторых сложностей, конечно, не составляет. Но я считаю, что такие мероприятия нужно проводить, наверное, и со школьниками, и, наверное, со всеми желающими. Результаты диктанта можно будет узнать уже в соответствующих национальных кафедрах университета, где работу участников проверят преподаватели. Алихалип Шоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск.